приветики смотрите куда мы повесили наши цветочки на вот эту вот непонятную бандуру которая у нас с на пороге стоит для чего-то но стоит она тут уже видно давно может для или каких-то там венков и для чего я не знаю что тут было вот но мы приспособили вот эти наши цветы сюда так на входе куст еще больше расцвел вот этот стружку это что мы купили молч называется и сейчас у нас в планах с огородом работать вот этот молч который мы пару неделю или пару недель назад постелили ведь он немножко выцветает его наверно нужно побольше поэтому хорошо что сегодня был сейл что мы купили это все вот наша боюсь ошибиться как называется гордения горпензия и вот купили вот такой вот маленький кустик типа наших чернобриевцев так эти надо убирать уже лепесточки от нарциссов сегодня тоже наверно будем это делать хотя у нас времени немного уже пять часов вечера и рисы так лишь выключи это пока он день уже пошел работать подержите пожалуйста алтая и скоро у нас будут свести пионы так скоро у нас будут свести пионы вот скоро скоро купили мы вот эту сетку уже давненько пытаемся его поставить но она вот так вот и красиво гнется здесь мы землю уже добавили добавили удобрения и добавили что еще мы добавляли удобрения и землю и все да нет мы желтую землю добавляли удобрения и плюс обычную землю сегодня наверное если успеем будем сажать он уже играл или еще не вот это хорошо играет футбол ноты и если хочет и он очень быстро устает он играет наверно в минуту или две а потом уходит просто не хочет потом заход сегодня такой вот этого зверя мы тоже огораживаем и от других мелких животных у нас здесь вот где трава и вообще вот земля очень каменистая внутри видно дом старый очень много времени здесь что-то какие-то может были работы какие-то каменные были ограждения или еще что-то короче в земле много камней вот смотрим мы сколько будет стоит наша патио вот здесь вот мы хотим до квадрат сделать патио очень дорого и мы думаем из каких материалов из камней мы насчитали что-то в районе 700 долларов это только материал только для патио плюс еще нужно всякие сопутствующие материалы но около 1000 долларов для потом мы подумали что деревянное будет дешевле и есть такой композит материалом тоже достаточно дорогой тоже посчитали около 700 долларов потом мы посчитали сколько будет дерево 100 дерево самое дешевое но вот может быть деревом будем делать пока еще не знаем даже уже сомневаемся что в этом году потому что так долго дорого стоит все там у нас трава не растет куча сорняка какая-то все равно полу лысый у нас конечно трава здесь так я взяла даме его расческу хочу расчесать так лезет я вот дома обычно расчесываю но сейчас я хочу его на улице может меньше шерсти будет будем расчесываться алтай это ж не для игр это для расчески для шерсти для твоей сейчас по расчесываю его вот сколько его не чеши постоянно на расческе остается вот столько шерсти ну снимай это бесконечно столько шерсти подшерстка близкий уже он клубочек и там можно еще чесать чесать просто что он ходит постоянно убегает на алтай не хочешь чесаться быть красивым мальчиком алтай красавцем не хочешь быть аккуратненьким до так опыта у нас во всем конечно мало идея в основном это все делает конечно нас не допускает к помощи ноты мы придумали до городе где-то сетку купили не придумали как мы будем входить сюда это надо как-то делить и делать какие-то такие как вороться потом сетку мы не совсем удачную купили она очень гибкая очень мягкая не много секции они все гнутся но так вот хорошо уже вот эта сторона уже хорошо получилось хорошо смотрится по день еще протянул тут леску такую плотную чтобы она не гнулась уже хорошо смотрится так теперь нам нужно наверно посадить а потом уже дотягивать обратно и как мы будем ходить мы тоже сейчас будем думать вот и я должен ничем кроме огорода мы уже сегодня заниматься не будем время ходит так что такие у нас жгуты такие как кулечки завязывают магазинах пластиковые день они сжимает сетку прижимает к этим палочкам сейчас будем дальше делать по-моему это называется spider plant ударе что-то такое нет они для тебя тут посажены вот то я со школы принесла мне учительница до отдала там у нее она размножается этот паук этот растение паук я его посадила алтай перестань их не хулиганить иди два горшочка внутри там корешков наверное много было нельзя алтай посмотрим пусть растут у меня дома внутри вообще растений нет особо только вот дерево моё грейпфрутовое растет надеюсь что вырастет так и принесла я сейчас еще все нести день а все что на подоконнике стоит и перец вместе с помидорами там стоит сейчас счет это принесу смотрите у нас очень много помидор взошло и мы конечно все сажать не будем у нас не плантация поэтому мы и так думаем что это очень много то что мы сейчас засаживаем но вот этот вот практически весь будет помидор с помидорами здесь будет частично огурцы и мы еще у нас сейчас покажу как у меня семена есть так у меня есть такие огурцы есть горох но мы его не здесь будем сажать а где-нибудь так чтобы он плелся укроп тоже мы не здесь будем сажать подсолнухи не здесь петрушка чипс чайс это отойди это лук такой как травка у меня вид стать укроп огурцы и опять петрушка в двойном экземпляре и подсолнухи посадим просто так получится и горох на даже чтобы он плелся может как-нибудь так чтобы возле заборчика вот основное конечно помидоры огурцы будет может чуть травок ты хитрун непослушный лиза делает селфи с алтаем так встань лизка ты не хочешь пойти с ним погулять а потому что уже почти семь ему надо его надо выгулять возьми свою любимую собачку выйди не только селфи делать правда с ним хорошо так смотрите вот наши помидорчики как-то дохленько они пока выглядят не маленькие еще в общем помидорчики посадили здесь могут в этой части уже все полностью засеяли огурцы как полностью засеяли огурцы в общем эти вот такие кучки у нас тут огородили палками и на остаток немножко посеем это чайс это лучок такой как травка и петрушка давай да что первое петрушку ну как вот так 50 на 50 так будем делить ну это вот эту посреднюю палку может укроп еще где-то вот там так я тебе говорю кромута а это ковары кусают страшно штука на помидор не села с уже эта штука она она взойдет намного скорее чем помидор давайте вылезу кто петрушка чете не надо снимать можно заселить и пока не вылезут мы уже зеленую ну опять же давай вот тут ее посадим давай ну и тут тоже посадим и петрушки так у нас еще посадим а сколько из нее с этих семян вырастет много я человек не деревенские не знаю это ты у нас дачник а я разве что-то учила я по поводу семян ничего не могу сказать я некомпетент я сама только учусь покажи как они выглядят хоть тогда как специи а это черные семена до у нас есть перец болгарский но он что-то вообще такой плохой у нас не вырос практически не пророс уже такие крокодилы летают это кошмар тут чуть-чуть осталось место не за все можно будет сажать нет ну я думаю не все помидоры еще примутся их нужно будет прорежать и правда тут еще нет у нас да какой-то вот это заплетает но это как-то венок или что-то не знаю его сейчас вырвал что-ли земли не хочешь подбавить не отсюда можно хорошей земли перемешать так как его сеть точно так же здрасте о ку-ку маруся так 26 36 ключи пола тупо ты че или плент спейсинг 9 инчи день а глубина 1 4 5 так укропчик вам растить где у нас тут еще место из местами вот такой вот вот это очень будет высокая потом будет ложиться прям аж на дорогу где у нас тут еще есть место но тут газовая труба посадим тут может тут прям место это наш камин здесь труба газовая это камин кошка в комнату над камином это вот все это часть дома это вся пристройка уже новая это у нас зал это вот вся с окном с камином с этой дверью вот это все новая пристройка дом все да еще много я говорю вот это вот там уже высеем потом если не взойдет или что-то ту же щупо давай мы можем все это вот это зелень и съели эту зелень и все и она потом дальше будет расти там если аккуратно да если нету составить вот эти вот эти вымахать и семена собрать да это вообще серфер серфер нет не будет а землю принести тебе в ландыш его можно засеять они к тому времени уже уйдут а тут есть несколько мест свободных и что еще есть мне кажется укроп все одно не везде растет нет и это опять газовая труба да ну да везде подкопаем газ . наши ландыши уже желтее а ландыши в дом можно собрать чтоб пахли а как их с листиками вместе так посадим еще здесь укропчик соняки какие-то магазин укропчик размоченный здесь то укропа так папа тут так много соняки вот и лучше не там рви жор ты лучше рви вот между ландышами ландыши видишь красивые зелеными листочками а сорняки то вот эти вот торчат от их рви вот это да только лу их нужно рвать вместе с корешком под низу так вот нужно брать вот так лишь это корешки а корешками хочу вас все высыпал ну и хорошо а подсолнухи давай искать парочку тоже можно здесь кстати слышишь вот тут парочку воткнуть нельзя они же красивые желтые цветы вырастут а я я выберу из вместе соняка вот это плохо жора надо быть внимательным а что-то не семечки это вот это сажать они раз разные давай черные первую очередь сажать жора иди помогать здесь не столько а где он там идем жора возьми кулек землю это нет нет но от головой его не нужно поднимать ты прямо сажаешь между нарциссами жорт помогаешь папине а я хочу вот обрезать вот эти можно дать я прям это у корня раз то цветки уже отошли здесь так юные солеводы начинающие ой левой рукой удобно сейчас камеру выключу дорежу жорка ты сажаешь это не близко не нормально ну а там увидим так и там же еще можно вот мать и уже мать и уже учу вас такой красивый маг был вообще два стояла а даже три получается вот какой красавец алтай играет футбол любитель футбола так а мне он быстро да он с удовольствием играет он быстро устаёт гол тебе забили алтай